В школу я окончила золотой медалью и поступила в Горьковский медицинский институт высшей категории. Ну, было обидно, что мне пришлось сдавать все четыре экзамена. Раньше медалисты, они просто сдавали документы. В институте тоже у меня была очень интересная группа, мы жили очень дружно. В комнате надо было четыре девочки, мы вместе готовили еду, ходили в походы по Горьковской области. В 1969 году я закончила институт. Четвертый, пятый, шестой курсы я работала в ожоговом отделении Горьковского института травматологии и артопедии. Работа там была тяжелая, конечно. Там со всего Советского Союза возили и детей, и взрослых с обширными ожогами. Тяжело было работать. В Держинске я, когда пришла в Горьковский здрав, я попросила место невролога. Как раз у Зоа Алексеевны Мажановой в то время невролога не было. Ну, и я пришла к ней. И вот с 1969 года, по настоящее время, ну, прямо с места не сошла, к опылике не попришла. Начала я свою работу в двух бараках. Это на переулке Тупиково. Там были вообще, ну, врачи всех специальностей. И окулисты, и лоры, и хирурги, и неврологи, и терапевты, и травматолог. Зубные врачи были. Ну, были подсобные учреждения. Скорая помощь там располагалась в другом здании. Мы с Натальей Сергеевной Егоровой, терапевт, мы с ней вели прием в одном кабинете, потому что мало кабинетов не хватало. Была рентгенография и флюорография. То есть были все специальности. На вызова я ездила в Пушкино, в Жолнино, по поселку Свердлово. Потом на Пушкинской появилась, ну, второй филиал поликлиники. И я уже, значит, я три дня вела прием в бараках, вот, а два дня на Пушкинской, как невролог. И в 79-м году построилась вот эта вот наша теперешняя поликлиника. Мы все из деревянных бараков, ну, вот, из двух бараков, мы переехали сюда, в поликлинику. Я в течение многих лет являюсь председателем ветеранской организации моей поликлиники. Ветераны нашего города активно участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, выставках. А медики всегда занимают почетные места. Мы как-то раз пришли на экскурсию в 40-му школу, где музей трудовой и боевой славы, значит, был медицинских работников. И когда мы экскурсию прошли, там и БСМП, там вторая больница, там еще какая-то там, да, вот это, и кошельный диспансер, и все. А где наша больница? Вот такую маленькую фотографию показали. И я в течение трех или четырех лет я собирала материал из различных источников. И у меня получился очень хороший альбом истории и летописи нашей белой больницы. За период работы в поликлинике уже более 50 лет мне неоднократно предлагали заведование, даже главным врачом. Но мне нравится общаться с моими пациентами, объяснять им суть их болезни, методику лечения, поддержать их, успокоить. И потом видеть плоды своего труда. Поликлиника для меня стала вторым домом. И мне хочется про это спеть. Я не хочу судьбу иную, и не хотела я менять. Ни поликлинику родную, ни неврологию мою. Ни поликлинику родную, ни неврологию мою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова